Итак, дорогие друзья, посмотрите курс «Контекст выполнения. Архиважно». 9 уроков, больше чем по 10 минут, полтора часа. Мы с вами в данном уроке много писали код и много говорили. Вы заметите, вот когда люди спрашивают, когда я начну программировать, вы уже начали программировать. Я уверен, что вы начали со мной вместе и, выполняя домашнее задание, я вам дал, да, выполняя, вы уже подсчитываете. И, а здесь какая видимость? Глобальная, локальная? Что такое глобальная видимость? Что такое локальная видимость? А как выполняется код? Это уже и есть понимание программирования. И мы с вами говорили, когда мы ожидаем то, что сделает компьютер, это и есть программирование в чистом виде. Поэтому в этом курсе мы с вами подошли к тому, что вы начали думать кодом и очень интересные домашние задания. В чем же заключалось, вообще заключался данный курс? Мы должны были разобраться, чем, что такое контекст выполнения, что происходит при вызове, вызове функции, что происходит, когда наступает тот момент, как контекст выполнения, да, то есть выполняется сам код, что происходит. Это глобальные понимания и глобальные основы языка, которые и дают думать языком. И, как оказалось, все не так уж сложно, согласитесь. Если вы заметили, ребят, то, опять же, я ни книги не использую, я использую справочник, информацию в интернете, но смысл такой, что мы все проверяем. А так ли это? По сути дела, мы и ответили себе на вопрос. По крайней мере, нам функции настолько знакомы, мы с вами много прошли, но тем не менее, мы еще в начале языка, как я говорю, базовый курс. Хорошо, с тем, что я рассказал по сути курса, по домашнему заданию, вы разберетесь. Для тех людей, которые только открыли с этого урока, я расскажу. У меня все довольно понятно. Кстати, я вас учил рисовать, чтобы не путаться. Просто, вот, когда изучаешь, когда ты изучал первый язык, да, у меня тоже было много непонятного. Я изучал, ну, наверное, там, пишут книги, так, я изучал. Первый язык был C, я его уже почти позабыл, если сейчас сказать. А вот JavaScript, когда я начал проходить, я его прохожу вместе с вами, но немножко необычным способом. То есть, смысл, на самом деле, очень прост. Мы начали ставить, в первую очередь, базу. Что такое база? База – это то, что нам дает вклиниться в язык. То есть, по сути дела, мы с вами изучаем, что такое переменная, да, как она объявляется, далее, функции, как они объявляются, далее, области видимости, далее, контексты выполнения. Мы изучаем все, что нам может, что нам даст глобальное понимание языка. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, зачем мы это делаем? Ответ тоже очевиден. Ну, представьте, мы далее переходим вот здесь, конкретно уже к изучению самих функций. Здесь мы переходим конкретно к изучению классов. Здесь мы, допустим, переходим к другим каким-то вещам. JavaScript. Уже когда мы будем изучать сам язык, уже глубоко. Для нас важно, чтобы никогда не терялась нить понимания, чтобы мы не изучали. И это обеспечивает именно база. Когда мы изучаем функции, а, функции мы проходили, мы уже знаем область видимости, мы знаем тест, мы знаем контекст выполнения, то есть мы можем писать и в функциях нам уже, мы, допустим, изучаем замыкание функций, функции обратного вызова, методы функций, но нам само понятие функций уже тысячу раз прописано. И нам остается только понять то, что необходимо. Когда мы изучаем классы, тоже нам надо понять только разницу. я для себя всегда ищу следующее. Да, схема скудная, но воспринимайте на слух, смысл вот моего метода будет понятен. Понимаете, в любом языке важно определить базу. Вот, например, в Python это типа объектов. Да, это сами типа объектов. Это списки, словари, сами типы объектов, потому что в Python они самые достаточные. Уже потом мы дотягиваем операцию над объектами, ООП вообще отдельно, а в JavaScript типа объектов не получается, если поставить их в центр. Почему? На самом деле, если вы начнете немножко присматриваться к JavaScript и вы поймете, что там всем рулит функция. Там все построено на функции. Даже если вы досконально изучите функции, вам не надо видеть JavaScript. Вам важно всего лишь разобраться с функциями и дальше вы сможете писать все, что угодно. Потому что именно в JavaScript именно в JavaScript функция первого порядка. то есть на нее идет вся опора. Она может быть присвоена переменной, она может быть функцией, она используется как метод, а мы с вами изучили уже и методы, и объекты, то есть по сути дела опять это сейчас объяснение просто, чтобы вы уловили всего лишь на слух, не надо смотреть код, это я для себя просто подсказки делаю. Опять же мы изучили объекты в JavaScript объект это свойство, значение в принципе больше похож на словарь Python, но тем не менее свойство описанной функции называется методом и мы в предыдущих вот уроках роликах когда я рассказывал что мы очень четко определяем понятия потому что допустим в Python метод больше используется в классе здесь метод это описание свойства на отличиях мы работаем между языками но я говорю к чему что надо всегда определить базу языка мы много пишем кода много но это все база опять же база которая включает вот то что мы успели изучить по сути дела но представьте каждый вот база вот 12 курс возьму калькулятор примерно 8-10 уроков ну пусть 12 умножить на 8 равно понятно 96 уроков умножить на 10 минут примерно урок 960 минут разделить на 60 16 часов а в книгах ребята это две страницы в книгах это две страницы и допустим прочитал и пошел на кухню покушать открыть холодильник пришел и уже забыл это не наш метод ребята наш метод поставить базу твердо поэтому 16 часов и мы еще не начали изучать язык но мы уже программировать начали мы еще не знаем про функции полностью про методы но программировать вы убедились уже в этом курсе когда вы вы его будете смотреть что вы уже думаете кодом да вот здесь будет видна вот здесь выдаст ошибку вы уже наперед языка отвечаете это и есть уже программирование поэтому мой метод я говорю что где-то посмотрел но в основном как вы заметили я пользуюсь интернетом просто мы берем здравый смысл мы берем здравый смысл за основу и понятно что если функция мы с вами шли по здравому смыслу когда мы изучали допустим функции понятно а потом начали изучать тест там применять методы бинт увидели что увидели я просто показываю свое мышление увидели что нам встречается параметра аргументы мы быстренько разобрались что такое параметры что функцию записываются параметры что при вызове это называется аргументы то есть мы вникаем глобальные понятия языка и начинаем ими оперировать и это у нас получается очень последовательно и красиво потому что когда мы допустим сегодняшний урок изучали оказалось что контекст выполнения включает и аргументы функции а для нас то это уже понятно то есть у нас получается нелинейное наверное изучение не как книгах нет 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 ребят ни в коем случае не умоляю авторов книг авторы книг это большие молодцы но ведь если бы они все это объясняли как я строю обучение то это были бы 12 томники автор первой книги автор книги в первую очередь ставить задачу и пояснить и заработать и чтобы это сделать коротко а мы с вами уже можем поразмышлять что мы делаем составить цепь и поэтому сейчас мы выполняем задачу это создание базы языка чтобы потом куда мы не ткнулись язык нам было понятно ткнулись функция функция мы знаем объявления работа с ними выполнение нам надо только методы если мы изучаем то нам надо вникнуть сам метод но цепь мысленный процесс то есть мысленная цепочка у нас не теряется нет разрыва поэтому нам понятен язык постоянно вот что я вкладываю в изучение настоящее изучение и в java script или вообще любого языка жаль что это приходит с годами конечно но тем не менее эту методику вы можете использовать в любом языке это железное изучение языка раз и навсегда вы заметили и исчерпывающие домашние задания и исчерпывающие объяснения и самое главное последовательное и понятное ну а для тех кто только начал именно с этого курса ссылки есть в описании видео я рекомендую начать с сайта spb-retout.ru все-таки мы java script изучаем для джанго для python как расширение поэтому начать с сайта spb получить пожизненный доступ а уроки которые о которых мы сейчас говорили они находятся на сайте python тире тут это jango python плюс плюс это все что расширяет кстати именно в этом курсе сегодня мы получили ответы на вопросы а почему java script не работает сервером сам по себе потому потому что он однопоточный мы все эти ответы получили правильно как выполняется то есть мы вникаем глобально в java script а дальше мы уже будем понимать что у нас есть инструмент аякс который будет работать с сервером библиотека жукери который будет работать на стороне клиента это все будет потом и все эти вещи тот же аякс будем вбивать в тот же джанго но сейчас наша задача изучить железно раз навсегда язык и я вас поздравляю именно если раньше мы как-то 11 курсов изучали было понятно то сейчас я вам еще сказал курсе а вот согласитесь вы видите что вы начинаете уже думать языком то есть вы начали программировать мощный метод согласен зовут меня Валерий Бовсуновский у меня пишут вот все простое объяснение мы здесь не только просто мы начали говорить очень правильно категориям языка за эти годы я заметил что и кто Python изучал пишет пишет на Python пишет сайты вы знаете вот хочу заметить я просто помню этого парня письма истории отзывы вы не найдете 237 страниц в общем можно вперед и здесь написать 237 но это не важно воспринимите на слух я просто вспомнил Станислав Станислав Осипишин я сейчас прочитаю текст мелкий у меня это в группу он написал у меня все немножко по-другому сложилось попав сюда в школу уже были базовые понятия Python видео селекториума от JetBrains начинал с Жанга по вашим курсам школы и флеск в итоге от всего это отошел перейдя в прикладное программирование теперь алгоритмы дископ сервные приложения в паре с микроконтролерами Ардуино сейчас знаний хватает чтобы разрабатывать приложения с электронными толпом пользовательскими интерфейсами благодарю по-прежнему что-то узнаю для себя новое продолжаю узнавать то есть человек обрел профессию и в этом приятно что помогла школа ребята я всегда говорил просто ну я люблю веб но тем не менее у нас тот же Ситушкин вот я смотрел недавно начал выкладывать люди 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 курсы сейчас секундочку открою форум допустим игру муха да на пайкоте то есть школа глобально дает понимание пайто моя задача здесь дать пайто в разных направлениях а сейчас я его просто пришел к тому что я его расширяю тем же java script без которого не обходится ни один сайт и ни одна программа согласитесь это приятно то есть важно что в данном случае школа выполнила свою задачу человек обрел профессию для меня глобально главное чтобы человек не бросил язык поэтому невозможно бросить ребят говорил о разном в этом вроде бы была цель очень простая рассказать о самом курсе который вы посмотрите где мы разобрались в контекст выполнения функции но при этом мы разбирались глобальную видимость и разбирались очень много вещей важных да разложили их просто по кусочкам посмотрели в коде но все сводилось к одной простой задачи что имеет функция при вызове и когда выполняется функция это и называется контекстовое выполнение часто люди путают с областью видимости контекстовое выполнение зачастую говорят это тест а на самом деле сам контекст выполнения совсем другое понятие то есть много вещей которые надо поставить сейчас глобально и железно себе на службу а саму схему почему я так поступаю я вам объяснил вполне логично согласитесь ведь схема строится очень просто мы интуитивная да не потому что так должно быть а потому что интуитивно вот вы приезжаете в другой город если вам хочется пить вы идете либо в магазин если ночь то есть если нет магазина то наверное найти там туалет там тоже вода будет но я говорю допустим да либо идете к колонке либо к колодку потому что колодец колонка вы это уже знаете вот так же построен мой метод подачи JavaScript то есть мы изучаем базу а потом просто наращиваем на знакомое самая важная цель это не терять нить понимания нить понимания не теряется когда и вот вот он и секрет вот он и секрет почему человек начинает писать а ведь я писал в школу что если раньше допустим вот здесь для совсем новичков да когда мы изучали здесь вы будете получите доступ к сайту сначала Python я там различал то есть изучение Python потом уже написание поэтому я считаю что человек изучит будет школу проходить по шагам и придет JavaScript JavaScript я не разделяю изучение и написание и программирование то есть мы это свели в одно и это нам позволяет именно метод какой определение четкая база языка а дальше уже вливание в язык тогда мы программируем в процессе то есть мы не учимся программировать а программируем спасибо большое с вами был Валерий Бовсуновский ссылки на уроки и на сайты в описании видео ну вообще начинать надо spb-tut.ru запомнить легко где находятся уроки Django Python плюс python-tut.ru спасибо